В прошлом видео мы говорили о комбинациях оружия. Сейчас поговорим о улучшениях персонажа. Улучшая своего персонажа, усиливая навыки и снаряжение, вы будете улучшать уровень умений. Неудачи при усилении не будет. Постоянный рост умения или оружия будет только расти. Давайте посмотрим на навыки, разные виды навыков. Обратите внимание, уровень навыков отображается. Добавляем навыки быстрый слот. Вы можете увидеть, что навыки делятся на уровни, разные цвета. Видите в правом нижнем углу навыка. Давайте посмотрим. Начальный навык можно поднять до 5 уровня. Затем на 6 уровне происходит ап в редкий навык. При повышении ранга обретает свойства. К примеру, умение демонстрация ветра. При повышении до редкого уровня наносит урон на 50% больше цели. Появляются доп эффекты. Нажмите на стрелку в правом верхнем углу. Посмотрите, чтобы апнуть умение. Требуется определенный итем. Ап навыков варьируется. Нажмите на знак вопроса. Увидите процент, вероятности, прохождение апа навыки. Но он никогда не будет нулевым. Улучшение зависит от класса и типа оружия. Вам нужны соответствующие книги роста. Разница между двух различных навыков. Вы можете увидеть на ОВС страничке. На корейском языке. Или перевод от дядюшки Розе. Ссылка выше. Будьте очень внимательны. При получении наград книги отличаются. Чтобы изготовить оружие, используйте услуги ремесленника. Также видите материалы для создания. Их можно собрать в мире ТЛ. Нажмите на иконку, чтобы посмотреть где это получить. Также если у тебя есть лишние вещи, зарегистрируйте их. За собранное снаряжение получите награды. Для улучшения оружия. Сейчас я нахожусь на начальном уровне. Я пытаюсь апнуть свой длинный лук. Но не чем. В данном случае нажмите на кнопку. Вы увидите, где можно достать данный итем. Выберите соответствующий раздел. Нажмите на первую строку. Теперь видим, что нужно. Первые два предмета я видел в магазине. Добавляем в избранное. Покупаем данные мечи для задания. Так, продолжаем. Нажмите кнопку со звездочкой. Регистрируем вещи. Последняя вещь для добавления добывается в полях сражений. Регистрируем. Получаем награду. Впрочем, от материалов точек вы получаете материалы, которые нелегко достать при охоте. То есть, пользуйте эти материалы с умом. Дальше посмотрите, что вы видите. Все предметы основаны на классах. Ранг зависит от цвета. Нажмите меню и усильте снаряжение. Нажмите на снаряжение. Увидите иконку, что можно усилить. Тот же метод усиления, что и навыки. Но материалы разные. Видите грейдовку и предметы улучшения. Также камни роста можно совмещать и делать выше ранга. Также разбирая высокого ранга, делая камни роста низкого уровня. Сохраняйте камни роста и используйте для более лучшего оружия. Также вы можете передать улучшения с одного оружия на другое. Выберите соответствующие предметы и нажмите передать. Рост зависит от уровня оружия. Рост конвертируется и применяется. При переносе уровня оружия на такого же типа будет равноценным обменом. Эта система создана, чтобы вы свободно меняли оружие. Спасибо за просмотр. Также всякие типочки, которые пишут комментарии, что я там не судичь. Обоснуйте свои доводы. Я знаю, что перевожу примерно где-то ошибаюсь. Если ты умничаешь в комментариях, ну хоть немного конкретики.